Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте StarStableQuestChance открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Данали, и сегодня у нас очередное видео по обновлению StarStableOnline. Примем вызов Сабины, наконец-то получим ленту из рук баронессы. Вспомним, что такое поездка по маршруту Красной Нити, поможем Скотту поймать его животных, ну а также рассмотрим еще несколько новостей. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Сабина не дает нам покоя и хочет устроить для нас более серьезное испытание, которое ты сможешь пройти на площадке фестиваля Морландер. Здесь вот она находится во всей боевой своей готовности. Кстати, посмотрите, какой логотип герб даже, наверное, ее клуба, который она создала для более, скажем так, ярых спортсменов. Ну, кстати, мне он нравится. Тебе не сравнится с нами ни по собранности, ни по дисциплине. Даже не знаю, зачем ты здесь. Нервничаешь? Вижу, что да. Да, иди обратно в свой клуб котята, щеночки или как там его, а тут тебе не место. Не делай вид, что ты меня не знаешь, наверное, так лучше б не знала. Впрочем, мне как раз нечем заняться, так что можно и договорить. Юрликские маршруты слишком простые для моей команды, так что я подготовила собственный. Предупреждаю, а не для детишек, которые просто любят играть с лошадками. Вряд ли ты справишься. Ай-яй-яй-яй. А это очень, кстати... Ай, интересный маршрут, однако. Если вы желаете продемонстрировать свои силы собине, то, пожалуйста, приезжайте в Морланд и испытайте свою силу воли. Ну и то, чего мы все так долго ждали. Вручение торжественной ленты и личные из рук баронессы. Я в этот раз весь фестиваль откатала на фэнтези-мелодии, поэтому получать эту ленточку будет именно эта кобылка. Мы получаем фамильную ленту Silverglade 24-го года. У меня есть 23-го на моем Липециане. И мистер Усачо. Он такой питомчик, котик. Очень прикольные раскраски с голубыми глазками. Ну что ж, давайте же и получать нашу награду. Спасибо всем, что пришли, как и вы. Я очень рада, что наконец посетила это мероприятие. Этот день невероятно важен для меня. Нет, для всех нас. Я приняла верное решение, что выкрала время для посещения этого скромного фестиваля. Даже несмотря на отсутствие титулованного спонсора, здесь прекрасно поддерживают страсть к соревнованиям. Что важнее всего, фестиваль подарил мне возможность отыскать самых блестящих наездников на Юрвике. Дарья, меня восхитило упорство, с которым ты стремишься к совершенству. Ты доказала свое мастерство не только мне, но и всем участникам фестиваля. Разумеется, фэнтези-мелоди играет не меньшую роль. Ты бы не получила такого признания без верного скукуна. Вместе вы произошли все мои ожидания, и за это я хочу вручить вам особую награду. Дарья, прошу, прими фамильную ленту с сильверглейдов. За всю мою жизнь ее удостоились лишь немногие наездники. Теперь ты в их числе. Надеюсь, ты и фэнтези-мелоди по достоинству отметите это событие. Сегодня твой день. Так вот мы и получили нашу заслуженную награду. Фамильную ленту с сильверглейдов 24-го года. И надо сказать, что фэнтези-мелоди, она очень сильно идет. Ну а также вот такого мистера Усачо. Классного питомчика. Я, правда, его сейчас на себя примерить не могу, так как у меня нету сумки. Его нельзя продать, только если выкинуть. Но думаю, что никто не будет этим заниматься. Все-таки он очень прикольный. Еще одно дополнение данного обновления. Это старая добрая поездка по маршруту Красной Нити. Которая находится через все горы Фергров. И начинается недалеко от загона Анди. Но так как сейчас конный фестиваль, лесничие нам предлагают бесплатно доехать до начала той самой тропы. Просто поговорив с Юсефом Салли. Давайте же посмотрим, как это выглядит. Разговариваем с лесничим. И нас бесплатно как раз таки перевозят к самому началу этой Красной Тропы. Так что если вы с друзьями хотите на память оставить вашу общую красную ленточку. Или красную нить, скажем так. То отправляйтесь на вершину Горфер Гроув. Надеюсь, в этом году это обновление его не сломало. Прошлогодний товарищ Скотт Баттергут в очередной раз растирал своих животных. И мы должны помочь их найти и привезти ему обратно. Если кто-то помнит, в прошлом году были те же самые абсолютно задания. Но только они были жутко поломаны. К примеру, вы находили животное, прожимали на него, начинали везти. Оно замедлялось, ложилось и уже не вставало. Таким образом, почти две недели в прошлом году нам не давали за это опыта. Потому что мы элементарно не могли привезти животных к хозяину. Ну а также еще не менее важные новости. Нам обновили модельки всех посредников конного клуба, а также всех тренеров для ваших лошадей. Теперь они выглядят совершенно по-новому. И если честно, я бы хотела собрать себе такой сад одежды. Но, к сожалению, я не нашла этот самый пиджак. Причем без учета данного значка. Есть старенький, очень-очень похожий. Но все-таки что-то не то. Так что я надеюсь, что в будущем эту модельку, данные одежды, подарят нам разработчики в глобальном магазине. Также, как я сказала, нам обновили модельки лошадиных тренеров. Вот так вот они теперь смотрятся. Имеют свою специальную тоже символику. Это голова лошади с повышением уровня знака стрелочки. Очень мне нравится. Да и мне кажется, многим зашли эти обновления. Потому что они выглядят не как-то по-особому, а как наши обычные общие персонажи. Как вам такое нововведение? Мне очень нравится. Ну и еще одна новость, которая открыта не всем, а лишь особенным игрокам. А вернее, с помощью удачи. Нам добавляют в грядущих обновлениях глобальный лошадиный магазин. И сейчас некоторым игрокам открылась возможность его попробовать. Мне повезло, и мой основной аккаунт стал счастливчиком, который участвует в этой, скажем так, рандомной лотерее. У меня есть кнопка магазин лошадей, нажав на которую, у меня открывается глобальный магазин лошадей. Если честно, данное нововведение меня расстраивает. Меня вообще оно вызывает очень сильное недовольство и огорчение. Потому что пропадает тот самый запал и любовь, и интерес к покупке лошадей. Нам только-только добавили отметки на карте о нахождении покупаемых лошадок. И теперь они хотят в будущем, уже в ближайшем, я так понимаю, в будущем, добавить глобальный магазин. В котором будет по три масти практически каждой породы. Список очень длинный. И здесь наверняка практически все лошади третьего поколения. Мы уже наблюдаем пейнтхорса, араба, орденца, бельгийца, голландца, дартмурского пони, дикую лошадь Юрвика, тинкера, исландскую лошадку, канемара, лепецана, моргана, мустанга, первый пони Юрвика, першерон, пентабиан, теннисиец, французский сель, хав, шайр и эмбермейн. Все эти лошадки продаются исключительно по три масти, и я сомневаюсь, что мастей будет больше. А наверняка именно такое ограничение, чтобы все-таки ради чего-то вам нужно было покататься по карте. Не знаю, что еще сказать по поводу этой функции, хорошая она или плохая. Мне все-таки кажется, что эта функция губит романтику и некую ламповость, ну а также реализм в ССО. Потому что зачем вам куда-то ехать, если можно просто нажать кнопочку и купить лошадку? Нет, конечно же старые добрые закалки игроки будут все равно кататься и покупать лошадей там, где они стоят. Но новые наверняка не будут знать о вот этой вот особенности, что раньше мы искали, мы запоминали где какие лошади стоят, мы находили их, запоминали. А потом радостно накопив старкоинцы бежали туда со всех ног ради покупки новой лошади. У грядущих поколений игроков такой любви не будет. И к сожалению надо поговорить немножко о грустных новостях. В данный момент для РУС аккаунтов закрыта возможность доната. Нет, с помощью каких-то средств вы все-таки сможете купить себе старкоинцы. Но для этого, насколько я знаю, у вас должно быть меньше какого-то либо количества СК, по-моему меньше 900. И тогда вы сможете купить какие-то паки, то есть даже возможно и не полные. Но это я очень все смутно знаю. Потому что главная общая картина, что сейчас с оплатой доната все стало действительно очень-очень плохо. Так что копим, не тратимся по максимуму. И если все-таки лошадь неограниченного издания или же одежды и она вернется в следующем году, Ребята, все-таки давайте будем немножечко связывать себе руки, скажем так. Не тратить СК направо и налево. Я сама буду следовать этому совету. Мне повезло, что в предыдущее удвоение я заставила себе купить себе 10К СК. Именно столько у меня сейчас на счету. И, кстати, я очень просто благодарна себе за это, потому что я думала вообще брать или не брать. Так бы у меня сейчас меньше тысячи бы было. В общем, все немножечко грустно, да. Берем себя в лапки, держим кулачки, что в скором времени все починится, все вернется. Донат нам откроют на айфоны. И мы снова вновь сможем себе покупать СК хотя бы так. Ну, а уж что говорить в принципе по общее открытие всего доната и о покупке СК со Старайдера. Ну, а на следующей неделе, как у вас успехи с выездкой? Пришло время освоить схему с двойным вальтом. Желаем увлекательных соревнований. Ну, а на этом все. Обновление подошло к концу и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам. Ну, и до встречи в следующем видео. Как же грустно живется-то. Надеюсь, что в ближайшее время донат вернется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова